С 25 ноября в Владивостоке заработают первые 9 зон платных парковок. А с 25 декабря специалисты запустят и остальные. На сегодня в городе таких 31. Съемочная группа нашего телеканала вышла на улицы города, чтобы узнать у жителей Владивостока, как они относятся к появлению платных парковок. Положительно. Почему? Потому что удобно. Поставил и пошел. И не переживаешь за машину. Ну не знаю, ну по-хорошему бесплатно должны быть. Положительно. Если бы их было больше. Ну потому что парковаться негде. Проблема. В цифровом Приморье рассказали, как оплатить парковку. Оставив автомобиль в зоне синей разметки, автолюбитель должен оплатить парковку в течение 15 минут, выбрав нужный временной период. При необходимости продлить. Сделать это можно тремя способами. Паркомат, приложение, цифровое Приморье, которое еще дорабатывают и через СМС. Автолюбитель сможет отправить сообщение на короткий номер 7522, указав тарифную зону, тип и госномер авто и длительность парковки. Как вы относитесь к платным парковкам? Нормально. А почему? Ну бывают такие ситуации, когда нужно остановиться там где-то что-то, а нет возможности. Лучше заплатить лишний раз. Когда можно было бесплатно парковаться сейчас за деньги, но мне кажется, людям это будет не очень удобно. Люди будут находить какие-то способы другие, но ставятся платно не будут. Ну впечатления двоякие, странные. Конечно, хотелось бы город разгрузить и в то же время, кто работает, кому по работе, нужно много двигаться по городу. Дверны будут сложнее гораздо. А бесплатное размещение в платных парковочных зонах предусмотрено для инвалидов, многодетных, пожарных, скорой, полиции, аварийно-спасательных служб, Росгвардии, прокуратуры и других силовых структур, а также участников ВОВ и других. Полный список льготников можно посмотреть на сайте администрации города. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Екатерина Князева. Новости на Восьмом.